Моё выступление нечто среднее между прогнозом по принципу экстраполяции, предвидением, то, что, так сказать, никак не имеет отношения к интеллектуальным, логическим выводам из происходящего, и антиутопией, значит, то есть таким жанром литературным, в котором будущее рисуется в ужасных тонах, с целью предупредить человечество от последствий необдуманных действий или целей. Как видите, а не видите, так увидите, значит, эпидемия COVID-19, а то, может, уже есть и 20, а будет и 21, не отступает. Значит, мысль о том, что этот процесс будет остановлен сначала вакцинированием, потом изобретением сногсшибательного для вируса лекарства, конечно, присутствует, обнадёживает, радует, но это может и не произойти в ближайшее время. А тогда чё? А тогда вот чё. Значит, выясняется, что очень много людей, значит, занятых в тех или иных занятиях, да, иногда это профессии, иногда это, так сказать, люди неработающие за ненадобностью, значит, могут оказаться лишними, так сказать, чужими на празднике жизни или на том состоянии, которое, как говорится, наступит и не будет совсем похоже на праздник. Начнём с родного и близкого для меня, с искусства множество театров, киностудий и прочих центров по производству творческих продуктов окажутся в ситуации невозможности окупиться. При том, что в государства любые изрядно просядут с бюджетами, трудно верить, что деньги будут брошены на спасение актёров, режиссёров и прочий маломощный отряд, сопровождающих театральные, телевизионные, кинематографические постановки. Найдутся, как говорил Гамлет, магниты попритягательнее. Третья сфера, в которых, как говорится, наблюдается переизбыток, это управленцы. Значит, не знаю, как в других странах, могу только догадываться, но у нас совершенно точно полно дармоедов, которые считаются, что чем-то управляют, чем-то заведуют, что-то исследуют ещё попутно. Всякие там институты по изучению США и Канады, помните, ещё были в советское время. Значит, сейчас таких вот организаций пруд-пруди, и зачем они нужны, если события развиваются по принципу «как пойдёт, как получится», или вообще приходит чёрный лебедь, который не предсказывали даже честные исследователи. Разумеется, просядет и модельный бизнес. Значит, если некуда ходить, и вообще, значит, если пойдёшь, ещё неизвестно, чего подцепишь, была охота тратиться на шмотки. Опять же, так сказать, снижение доходов может серьёзно подорвать интерес к шоппингу. Ну, будут, конечно, свои любители, фанаты и просто этим больные шопоголики, но для остальных, как говорится, покупка еды и воды может оказаться более актуальной. Разумеется, там всякие модельки, значит, с элементами проституции, значит, и дорогостоящей проституции, а всякие прочие звёзды шоу-бизнеса, или те, значит, разновидности, когда дама хочет себя дороже продать, и поэтому ещё и поёт и танцует, это тоже, как говорится, может оказаться не очень выигрышной профессией. Разумеется, хотелось бы, чтобы происходящее немножко подсократило агрессивные устремления различных стран, группировок и правителей, и поменьше держать силовиков, всякую военщину, всякую милитаризацию, подурезать, поскольку, значит, в сложившейся ситуации страны должны скорее помогать друг другу, чем дожидаться, когда соперник, противник, враг ослабнет, и тут у него что-нибудь отхапать. Но в этом случае я уже перехожу к жанру утопии. Человечество поймёт, что только объединёнными усилиями можно победить коронавирус, только объединёнными усилиями можно спасти природу, только объединёнными усилиями можно обеспечить дальнейшее развитие человечества, заодно откорректировав цели, потому что до этого человечество явно шло к тому, чтобы, значит, сверхпотребление стало сверхсверхпотреблением, а потребление сверхпотреблением, и чтобы, значит, в этой связи происходил такой переток из стран победнее в страны побогаче на предмет вэлфера. Вот это вот такое замысловатое словечко обозначает, что можно где-то пристроиться так, что не работать, но получать деньги больше, чем некоторые трудяги. Таким образом, значит, объединившееся человечество может такое натворить, что даже Богу понравится.